Всем привет, дорогие друзья! Друзья, добро пожаловать на мой кулинарный канал! Сегодня мы с вами готовим знаменитый французский пирог Киш Лорен. Этот пирог настолько полюбился в нашей семье, что уже не первый раз готовим и вам рекомендуем. Проверено лично малоежками. Готовьте, не пожалеете! Оставайтесь со мной, сейчас подробно расскажу, как приготовить вкуснейший французский пирог Киш Лорен. Мы начинаем! Итак, друзья, сегодня мы готовим с вами вкуснейший французский пирог Киш Лорен. Для этого нам потребуется 600 грамм куриного филе Киш Лорен у нас сегодня с курицей и грибами. 300 грамм грибов, у меня сегодня шампиньоны. 10 помидорков черри, вот такого достаточно крупного размера у меня. 4 яйца, 200 грамм сыра, луковица примерно 180 грамм весом. Чайная ложка паприки, соль по вкусу. 250 миллилитров 20% сливок. Также нам потребуется приготовить с вами тесто, о котором я вам расскажу чуть позже. Мы сейчас с вами подготовим начинку, пока она будет остывать, займемся тестом. Значит, для начинки сначала мы нарежем куриное филе, лук и шампиньоны. Итак, куриное филе мы с вами нарезаем кубиками, стороной примерно по 1,5-2 сантиметра. Вот такие кусочки куриного филе у нас с вами получаются. Таким образом полностью нарезаем куриное мясо. Куриное филе я нарезала, пока убираю в сторону. Далее на очереди у нас лук. Лук нарезаем как на пельмени, либо пополам. Затем полосочками по 5 миллиметров, не доходя до конца. Затем разворачиваем и поперек, как на пельмени, мелкими кубиками. Я буду нарезать на своем любимом станке. Устанавливаю режим кубики. Одеваю луковицу на плододержатель. И вот такими движениями нарезаю лук кубиками. Вот таким образом получается нарезать лук кубиками. Таким образом сейчас нарежу полностью луковицу, затем покажу, что делать дальше. Все, друзья, лук я нарезала. Пока убираю тоже в сторону, нам необходимо нарезать грибы. Грибы мы просто нарезаем пополам и пластинками. Не очень мелко стараемся это делать вот так. Толщиной примерно 3-4 миллиметра. Таким образом полностью нарезаю грибы. Итак, друзья, грибы я все нарезала. Пойдемте к плите. Нам все это дело теперь необходимо обжарить в сковороде. Итак, друзья, сковороду устанавливаем на плиту и зажигаем максимальный огонь. В сковороду отправляем буквально 2 столовые ложки растительного масла. Ждем, когда масло хорошо прогреется. Итак, масло у нас хорошо прогрелось. В сковороду отправляем куриту. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета в течение 3-4 минут. Я, как отправила куриту в сковороду, старалась в течение 2 минут ее вообще не трогать. Прошло 2 минуты, начинаю переворачивать. И видите, мясо уже запечаталось и образовывается вот такая оранжевая корочка. Очень важно, чтобы мясо сразу запечаталось и соки остались внутри. А для этого мы как можно меньше тревожим мясо во время обжаривания. Итак, в общей сложности у нас прошло 4 минуты. Куриное филе обжарилось. В сковороду отправляем лук. В течение 2 минут обжариваем курицу вместе с луком. Прошло 2 минуты. В сковороду отправляем грибы. Перемешивая периодически, обжариваем грибы до готовности. Они у нас с вами сейчас пустят сок. Сок должен будет испариться. И до готовности мы будем обжаривать грибы вместе с остальными ингредиентами. Итак, друзья, как видите, грибы выделили большое количество сока. Начинку пока готовлю на максимальном огне. Как только у нас сок испарится, тогда я закрою крышкой. И на среднем огне буду уже доводить до готовности грибы. Крышкой пока не закрываем, чтобы они у нас не тушились все-таки, а обжаривались. Все, друзья, как видите, полностью сок от грибов испарился. Я закрываю крышкой, уменьшаю газ до среднего. И еще минут 5 под закрытой крышкой на среднем огне готовим до готовности. Тем временем пойдемте с вами займемся тестом. Итак, друзья, для приготовления теста нам потребуется 300 грамм. Здесь у меня уже просеянной муки, 150 грамм сливочного масла, одно яйцо, 4-5 столовые ложки ледяной воды. Здесь у меня пластиковый лед в воде. Одна чайная ложка сахара и пол чайной ложки соли. В муку добавляю соль и сахар. Перемешиваю. Далее берем терку и на крупной терке, обмакнув в муке ледяное масло, натираем стружкой сливочное масло. Как только небольшое количество стружки образовалось, перемешиваем ее с мукой. И продолжаем. Обмакиваем муку и продолжаем натирать. Снова, смотрите, образовалась стружка у нас. Опять перемешиваем ее с мукой и продолжаем натирать сливочное масло. Таким образом, натираем полностью кусочек сливочного масла, пока он у нас не закончится. Итак, друзья, вот такая у нас с вами крошка из муки и сливочного масла получилась. Дальше делаем следующее. Делаем углубление, в которое отправляем одно яйцо. Для начала отправляем 3 столовые ложки ледяной воды. А дальше будет видно, может быть, добавим еще четвертую. И начинаем замешивать тесто. Добавляем четвертую ложку. Вот такая вот полная, 15-ти миллилитровая ложка у нас с вами. Стандартная столовая. Еще четвертую добавили ложку мы и продолжаем вымешивать тесто. Далее, когда соединились мокрые ингредиенты с мукой, выбираем ложку, продолжаем вымешивать тесто руками. Итак, друзья, тесто я замесила. Посмотрите, вот такое оно у нас с вами мягкое получилось. Но при этом тесто не разваливается и хорошо держит форму. Дальше берем пакет, кладем тесто в пакет и убираем в холодильник минимум на полчаса. За это время у нас с вами остынет начинка, приготовится тесто. Будем дальше с вами формировать уже пирог. Итак, друзья, начинка у нас с вами приготовилась. Вот такая вот аппетитная она получилась. На этом этапе, когда уже почти готова начинка, перед выключением газа отправляем к начинке пол чайной ложки паприки. И учитывая количество ингредиентов, я положу пол чайной ложки соли. Вы ориентируйтесь по своим вкусовым предпочтениям. Все хорошо перемешиваем. Ждем, когда начинка остынет. Ждем, когда отстоится тесто. Затем покажу, как будем формировать уже непосредственно сам пирог. Итак, друзья, прошло у нас полчаса. Тесто отдохнуло в холодильнике. Берем форму для запекания. Я ее померила. Диаметр получился по нижней чаше вот этой 22 сантиметра. Учитывая, что нам нужны будут еще бортики, будем сейчас с вами раскатывать тесто. Стол присыпаем мукой. Выкладываем тесто. Сверху тесто также присыпаем слегка мукой. Вот так. Формируем колобок круглый. И вот так придавливаем. Нам необходимо раскатать. Присыпаем при необходимости еще мукой. И раскатываем круглой формы тесто. Нам необходимо будет учесть бортики, которые нам нужны. Вот так раскатываем. И периодически измеряем сантиметровой лентой. Учитывая, что нам еще нужно будет тесто пустить на бортики, раскатываем, соответственно, диаметром больше, чем 22 сантиметра. Сантиметров на 8. Так, вот такой округляш у нас получается при необходимости. Вот так поправляем. Берем нашу форму. И отправляем в нее наш будущий киш лорен. Все, по-моему, достаточно. По-моему, очень даже хорошо все получилось насчет бортиков. Сейчас я еще руками вот так это все дело поправлю. Не везде получилось ровно. Ничего страшного. Прямо вот так руками поправляем. Делаем одинаковые бортики. Более-менее ровные края. Итак, друзья, все, вот такая вот идеальная будущая большая тарталетка для нашего киш лорена у меня получилась. Дальше нам необходимо при помощи вилки сделать вот такие отверстия, чтобы тесто у нас не вздувалось. Я на всякий случай сделаю и по бокам, чтобы с тестом во время выпекания ничего не произошло. Все, друзья, дальше делаем следующее. Сверху теста нашего укладываем пергаментную бумагу. Засыпаем небольшое количество фасоли. 400-500 грамм. Вот это делается для того, чтобы тесто не вздулось, не потеряло форму во время выпекания. И отправляем в заранее разогретую духовку до 170 градусов на 15 минут. Через 15 минут покажу, что делать дальше. Почему мы засыпаем именно фасоль? Потому что через 15 минут пребывания в духовке при 170 градусах с фасолью ничего не произойдет. И чуть позже мы ее будем использовать по прямому назначению. Итак, друзья, прошло у нас 15 минут. Фасоль убираем. Теперь мы ей просто дадим остыть и можно будет ее использовать. Тесто пока убираем в сторону. Далее нам необходимо на крупной терке натереть кусочек сыра. Вот такая сырная стружка у нас с вами получается. И духовку мы ставим разогреваться до 180 градусов теперь. Сыр я натерла, пока убираю его в сторону. Далее нам необходимо с вами черри просто разрезать пополам. Вот таким образом поступаем со всеми помидорками черри. Черри подготовлены, теперь нам необходимо подготовить заливку. Для заливки берем чашку, в которую разбиваем 4 яйца. При помощи вилки взбиваем яйца. Сюда же добавляем оставшиеся пол чайной ложки соли и оставшиеся пол чайной ложки паприки. Хорошо перемешиваем. Далее отправляем к нашим яйцам сливки. И продолжаем хорошо перемешивать до того момента, пока равномерно не растворится полностью паприка. Все, друзья, заливка у нас готова. Все специи равномерно распределились по нашей заливке. Дальше собираем наш пирог. Возвращаемся к тесту. В тесто отправляем заранее подготовленные грибы с куриной грудкой. Равномерно распределяем начинку. Выглядит уже очень-очень аппетитно, друзья мои. Рекомендую всем этот рецепт на 100%. Очень вкусно выглядит, посмотрите. Далее все это дело заливаем заливкой. Распределяем заливку, чтобы она у нас не вытекла наружу. Далее сверху посыпаем сыром. Вот так. Все, друзья, сыром мы присыпали. И дальше по кругу вот так выкладываем помидоры черри. Вы только посмотрите, какая красота и вкуснятина у нас с вами уже получается. И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на час. Через час покажу, что в итоге у меня получилось. Друзья, вы только посмотрите. Вот такая красота у меня получилась. Но для того, чтобы легко и комфортно нарезать наш киш, ему необходимо дать остыть хотя бы до теплого состояния. Поэтому я оставляю на кухонном столе хотя бы минут на 30-40. И чуть позже разрежу, покажу, какой у меня киш получился внутри. Ну что, друзья, пирог у нас уже с вами стал теплым. Давайте его разрежем и посмотрим, что у нас получилось внутри. Вот такой вот аппетитный знаменитый французский киш Лорен у нас с вами получился. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать его на нашем мукбанк-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео буду заканчивать. Если видео понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова. Субтитры сделал DimaTorzok